Спектакль «Брачный договор Ктуба» в исполнении артистов Народного еврейского музыкально-драматического театра «Кагелет» собрал полный аншлаг в городском Дворце культуры Биробиджана. И если в столице автономии заключить брак можно с помощью брачного договора, то в Израиле юридическую силу имеет Ктуба. На эту тему и ведут рассуждения автор семейной комедии Эфраим Кишон и режиссер-постановщик Виктор Рекрут. Что важнее официально узаконенные отношения или просто люди любят друг друга, живут вместе и им собственно все равно есть так называемый пресловутый, как в простонародье говорят, штамп в паспорте или его нет. Им хорошо вместе, им 25 лет было хорошо и было бы так и дальше, но вот к сожалению им понадобился именно этот брачный договор. Согласно израильским традициям, принято, чтобы родители расписались и имели Ктубу. Тогда их ребенок считается законно рожденным и имеет право жениться только на законно рожденный. Если брачного договора нет, то ребенок считается мамзером, незаконно рожденный. В союз незаконно рожденного и законно рожденного невозможен. На этом и строится основной конфликт нашей пьесы. Гротеск семейной комедии представил коллектив из пяти актеров. Один из них сыграл роль обычного сельского парня, который оказывается в этой обстановке совершенно случайно и встречает свою любовь. Начинающий актер театра поделился тем, какие чувства должен был донести зрителю. Любовь – это самое важное, что есть. И никакие документы, бумажки ничего не значат по сравнению с настоящей любовью. Это будет самый лучший спектакль этого года, и следующего, и позаследующего, и там дальше. Ифраима Кишона можно назвать законодателем еврейского юмора. Он знаменит тем, что писал юмористические рассказы и фильетоны. И его фирменный подход к очень злободневной теме пришелся по вкусу биробиджанскому зрителю. Екатерина Кувалдина, Павел Славин. Новости 21. АПЛОДИСМЕНТЫ